Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы обсудить с вами такую тему, это кем работать в Чехии иммигранту в 2021 году. Это будет очень полезное видео, я сравню абсолютно разные работы, а вы для себя выберите то, что вам интересно. И на первом месте у нас, конечно же, будут заводы и производство. Все мы знаем, что одни из самых популярных видов работ Чехии это заводы и производство. Сама специфика работы на производстве это, конечно же, само производство, контроль качества, изготовление, фасовка, сборка и так далее. Обычно на заводе несколько видов работы, как правило, это сидячая или стоячая. Это работа, как правило, для тех людей, которые не любят много разных процессов. Они работают обычно на одном, но максимум на двух или трех процессах. Чаще всего работа за границей на заводах, а именно в Чехии, довольно несложная, потому что все процессы практически автоматизированы, вам нужно их просто контролировать, следить за браками и, конечно же, контролировать, чтобы все было исправно. Практически на любом автомобильном заводе легче выполнить норму, чем на любой другой работе. Это все объясняется автоматизацией процесса, потому что большую часть работы делает машина. Конечно, есть заводы, на которых люди выполняют большую часть работы, а машина помогает только выставлять параметры или контролировать процесс. Но если говорить в целом, то на заводе монотонная работа. Вы обычно приезжаете, вам показывают один или два процесса, научили, и вы на нее все ваши 90 дней отрабатываете. Сказать, что это плохо? Конечно же нет. Просто есть люди, которые приезжают, и уже через месяц им работа надоедает, они хотят попробовать что-то новое, что-то другое. И чаще всего, если их переведут на другую работу, та работа кажется сложнее, а обратно уже будет очень тяжело перевестись. Поэтому вы должны понимать, что завод – это шум, это пыль, это запах металла, это постоянно какие-то шорохи, звуки, разные машины. То есть, очень-очень обширные процессы. Постоянно двигаются механизмы, какое-то движение слева, справа, куча людей, различные звуки и так далее. Если вам интересна такая работа, тогда можете смело пробовать. Именно я начинал с завода, который производит автомобильные коврики. Я снял об этом подробное видео. Кому интересно, смотрите в описании или в подсказке. А мы поехали с вами дальше. И следующий у нас склады. Склады бывают абсолютно разные. Есть один из самых сложных складов в Чехии, который называется Роглик. Это интернет-магазин, на котором люди оставляют заказы, они приходят в магазин, другие работники их принимают, предоставляют систему, а другие работники это все фасуют, упаковывают и отправляют. То есть, ваша задача – это фасовать, упаковывать, сортировать, работать со сканером. Сложность заключается именно в том, что вы целый день на ногах. То есть, вы постоянно двигаетесь, у вас очень большие нормы, вы постоянно должны, вот так как белка в колесе, двигаться. Эта работа далеко не для всех, потому что, повторюсь, тут очень большие нормы и очень большие планки. То есть, каждый день вы должны делать определенную планку, ниже которой вам опускаться не нужно, потому что если вы будете выполнять норму меньше, тогда ставка у вас будет урезаться. Если вы будете перевыполнять норму, тогда ставка у вас будет немного выше или будет платиться премии. Но те люди, которые стараются очень сильно перевыполнять норму, тогда это может сделать только хуже, потому что работодатель увидит, что люди справляются. Тогда я вам повышу норму, а ставку оставлю такой же, как и было раньше. То есть, работать вы должны будете больше, а ставка у вас будет такая же, и зарабатывать вы будете ровно такую же сумму. Именно из-за таких людей этот склад очень сложный. Поэтому, если вам тяжело быстро выполнять какую-то работу, постоянно двигаться, вы не привыкли к такой суматохе, работа – это точно не для вас. Это работа именно для тех людей, которые готовы с одного конца склада двигаться, постоянно к другой. Например, пришел заказ упаковать колу, которая находится в одном конце склада, и пришел заказ упаковать шоколадку одновременно. И вам нужно за 2 минуты собрать эту колу, собрать шоколадку и принести на стол, где будут уже это все упаковывать и забирать курьера. С одной стороны, кажется прикольно и даже какой-то спортивный интерес, но с другой стороны, когда вы работаете каждый день по 12 часов на протяжении 3 месяцев, ну это реально тяжело. Своего рода такой фитнес за деньги, но главное там не оставить все свое здоровье и понимать свои возможности. Есть также много других складов, таких как ДХЛ, Хоппи, Кошек, Альза, Альберт, Маркен Спенсер, Левайс, Хуманник и так далее. Везде плюс-минус работа одинаковая. Просто меняется сам товар и от этого меняется сложность работы. Про некоторые склады вы также можете посмотреть у меня на канале, ссылка будет тоже в описании. То есть, суммируя, работа на складе – это работа для энергичного, молодого или немолодого человека, которому нужно постоянно двигаться, работать в движении и выполнять разные процессы работы. Также очень часто люди приезжают на склад, и если люди умеют управлять карой, или смогут по месту научиться, они без проблем могут работать на каре. Конечно же, ставка там будет выше, и, как правило, работодатели это обычно приветствуют. Со временем такие работодатели могут даже сделать бесплатный сертификат европейского образца, для того, чтобы вы могли работать на каре дальше, и когда в дальнейшем вы захотите сделать документы на 2 года, это вам очень сильно пригодится. Поехали дальше. Мясокомбинаты. Мясокомбинаты или птицефабрика – это непростой труд, на котором нужно работать при специальной температуре. Сейчас все люди, которые веганы или вегетарианцы, я рекомендую мотать дальше. Нужно понимать, что это мясо, и вы работаете с пониженной температурой, поэтому у кого есть хронический насморк или такой себе иммунитет, я бы вам не рекомендовал ехать на мясокомбинат. Плюс мясокомбината в том, что там обычно всегда выше ставка, чем на других работах, и там практически всегда кормят. Кормят на любой работе, то есть там есть столовая, можете себе заказать за деньги, но именно на мясокомбинате обычно предоставляется бесплатный обед. На этом, наверное, плюсы заканчиваются. То есть сам процесс работы на мясокомбинате такой. Нужно делять мясо от кости, фасовать, упаковывать, нарезать, кидать тушь или кусочки тушь в огромную мясорубку, и потом контролировать изготовление фарша. То есть там очень много разных мелких процессов, на которые вы можете попасть, но работа достаточно сложная, потому что очень холодно, и потому что нужно работать очень аккуратно. Что такое аккуратно? Аккуратно это означает то, что вы должны носить специальные шапочки, быть в специальной униформе, не носить никакого маникюра, быть без ресниц и без всего того, что может упасть на мясо или фарш. Обычно за такое могут очень сильно оштрафовать или даже выгонять с работы, потому что обычно если у вас что-то упало, или вы там чихнули, или кашлянули как-то на это мясо, по европейскому госту означает, что вы испортили целую партию, потому что невозможно понять, на каком промежутке вы именно чихнули, и тогда целая партия должна утилизироваться, а это колоссальные убытки, и тогда вы будете так оштрафованы, что вам это очень сильно не понравится. Но я вам рассказываю самый большой страх. На самом деле люди, которые работали там уже, они прекрасно понимают, что это за процессы и как это устроено. И те люди, которые там работали, как правило, возвращаются именно на такую же работу, потому что они понимают уже специфику, как это устроено, почему и так далее. И именно таким людям я рекомендую ехать. Но если честно, я бы на такую работу не ехал. Ну а следующий у нас с вами пункт, это подсобники на строительство. Тут все достаточно просто. Если в вашей стране вы работали уже в этой тематике, клали плитку, клеили обои, красили стены, и там разные другие мелкие работы, тогда для вас эта работа подойдет. Потому что на этой работе ставка будет выше, вы сможете зарабатывать больше, чем на каком-либо заводе, складе или мясокомбинате. Это для вас будет интересный опыт, потому что обычно в Европе делают ремонт по немного другой технологии, и для вас это будет очень полезно. Тем более, если это ваше, почему бы не ехать именно на эту работу? Но учитывайте тот момент, что если вы едете на стройку, то вот в отличие от первых трех вариантов, как правило, на работу на стройке берут нелегально. Потому что не всегда работодатель знает, как правильно можно оформить работника для того, чтобы платить все налоги, и он числится легально. И очень часто люди обманывают, кидают зарплатой, обещают одно, а по факту выходит совершенно другое. Поэтому если вы решили уже ехать на стройку, удостоверьтесь в правильности ваших документов, приглашения, проверьте все это у специалистов, чтобы быть уверенными, чтобы вас не обманут. Ну а следующий пункт – пекарни и кондитерские фабрики. Наверное, если вы планируете ехать на работу в Европу, вы вбивали в интернете поисковой запрос, и вам очень часто вылазила кондитерская фабрика или пекарня с очень хорошими и сладкими условиями, где вы будете работать на заводе Милка, процесс работы у вас будет простой, будет идти конвейер, на конвейере будут идти шоколадки, которые нужно будет просто упаковывать, на обеденном перерыве сама Милка вам будет раздавать теплое молоко и шоколадку, у вас будет бесплатное жилье, и прям будет все идеально. Это очень тяжелый труд. Я ее сравнил с работой на мясокомбинате, потому что здесь работа такая же специфическая, должна быть определенная температура, чтобы шоколадки не растаяли, нельзя носить ногти и то, что может выпасть шоколадки, и очень быстро нужно выполнять свою работу. То есть, как правило, конвейер движется очень быстро, и там делаются шоколадки, различные конфеты и так далее, и вам нужно их очень-очень быстро, правильно упаковывать, сортировать, откладывать в брак специальные контейнеры. То есть, работа сложна тем, что там нужно быть очень-очень аккуратным и нужно в очень быстром темпе работать. Это немного ювелирная работа, вам нужно быть очень щепетильным и, конечно, из-за того, что вам нужно быть очень внимательным, это очень сильно выматывает и вы очень сильно устаете. Также из-за того, что большая конкуренция в этой сфере, бывает такое, что очень мало работы или ее совсем нет. Все из-за того, что завод уже выполнил свою норму на определенный период и на этот период ничего нету, потому что, например, ударил ковид и люди столько шоколада не употребляют. С пекарнями немного по-другому. В Чехии люди любят пекарни и ты очень часто можешь услышать запах хлеба или булочки и, конечно же, ты туда сойдешь. Сама работа достаточно понятная. Она физическая, тебе нужно уметь мешать все необходимые компоненты по технологическим процессам, месить тесто и выпекать хлеб. Вы можете работать в частной или государственной пекарне, и в каждой пекарне есть свой регламент, так называемый меню, которое вы должны будете готовить. Я недавно пообщался с женщиной, которая работала в пекарне, она сказала, что это очень тяжелый труд и она бы туда никогда не вернулась. Но точно так же вчера пообщался с другой женщиной, которая обратилась к нам в компанию, чтобы мы ей предоставили работу. Она работала в пекарне, и она сказала, что ей все понравилось, и она хочет именно туда же поехать для того, чтобы развиваться, в будущем сделать 2-годовую визу и работать уже в этой сфере, ну и также открыть в дальнейшем свою пекарню. Я считаю, это прикольная идея, если человек горит именно этой работой, то нужно только ей заниматься. Пекарня – это интересная, вкусная и физическая работа. Поэтому, если вам интересен такой вариант, то рассмотрите его. Ну а мы с вами поехали дальше. Работа в отеле. Если мы говорим за разнорабочих, то в отеле, как правило, нужны горничные или официанты. Горничная должна убрать номер после того, как выселится турист, привести там все в порядок, поменять постельное белье, помыть ванной и так далее. Основная сложность этой работы в том, что обычно администратор дает очень мало времени на то, чтобы вы убрали номер. И обычно у вас есть около получаса для того, чтобы можно было убрать номер, и, конечно же, это нужно сделать качественно. Ставка в отеле обычно небольшая. Я думаю, это связано обычно с тем, что работодатель понимает, что вам будут, скорее всего, платить чаевые, и он не хочет вам переплачивать. Если вы качественно и быстро убираете номер, и, скорее всего, вам будут оставлять хорошие чаевые. Это все зависит уже сугубо от вас. С официантами точно такая же история, только здесь нужно уметь обслужить посетителя, правильно подать блюдо, объяснить какое-то блюдо, иметь понимание о разных напитках и уметь красиво это все преподнести. Ну и, конечно же, умение правильно общаться. Я считаю, что если вы хотите ехать работать официантом в Европу, вам нужно в первую очередь иметь какой-то уже опыт, и во вторую очередь, конечно же, понимать язык. Но однозначно работа интересная, потому что для тех, кто умеет коммуницировать, это будет очень полезный опыт. Ну и, конечно же, заработайте деньги. Только учитывайте тот момент, что если вы едете в условиях пандемии, то тогда работы может быть очень мало, потому что сейчас туристов пока не напасешься, и обычно в отелях отдыхают местные. Ну и последний вариант – это сиделка. Обычно такой вариант ищут женщины за 40, и для них есть очень много разных предложений в интернете. Но я вам скажу честно, если вы человек, который не имеет представления, что такое сиделка, вы не знаете других языков, тогда эта работа точно не для вас. Давайте с вами представим такой момент. Вы поехали в Чехию смотреть за каким-то старым-старым дедушкой. Вы приехали, вам объяснил какой-то координатор, я русскоговорящий человек, дай бог такой будет, какая-то работа, что нужно делать, что дедушка любит, куда его нужно водить и так далее. Как оплатить его коммунальный, какое любимое его молоко и так далее. Но буквально вы остались на дне, он вас что-то попросил на чешском или на английском, а вы ничего не понимаете. Вот просто представьте эту ситуацию, как вам будет неловко и как это будет сложно. Я считаю, что для такой работы нужно хотя бы базовое понимание языка, потому что в противном случае это будет очень и очень казусная ситуация. Ну а те люди, которые проходили специальные курсы, у которых есть специальное образование, и которые знают хотя бы английский, чешский, еще какой-то другой язык, тогда для вас эта работа будет очень актуальной. Вы несете некую социальную пользу, вы помогаете человеку, еще и зарабатываете деньги. Очень часто я почему-то слышу такую информацию про Италию, что человек поехал, там женщина за кем-то смотрела, потом человек умирал, написал на нее завещание и оставил ей всю квартиру или жилье, или свой бизнес. Если вы едете на работу изначально с такой целью, я считаю, что это не совсем правильно. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok